Всем привет! Сегодня поговорим об установке файлика конки на Arco Linux. Почему? Потому что те программы, которые имеются в наличии, конки и конки 2 менеджеры, они перестали работать. Вот и все. Поэтому я очень привык использовать на постоянку конки в своей работе. Я решил просто-напросто взять стандартный файлик конки, который поставляется вместе с Arco Linux. Немножечко доработал его и теперь уже можно будет, как говорится, всем этим делом пользоваться. Давайте я вам покажу. Можно сделать вот так. То есть коночки получились хорошие, прозрачные. На любых, как говорится, обоих видны и отражают необходимую информацию. Число, месяц, год, день недели, часы, минуты, секунды. Информация, значит, корни у меня 50 гигабайт, а используется всего лишь 8. То есть у меня тут приличный запас прочности. И на домашнем разделе, значит, я его сделал 100 гигабайт, но у меня практически там чуть меньше 3 гигабайт занято. Вот и все. Видна, значит, сеть интернет. Сколько наверх отдаются, сколько вниз берется. Вот цифры все видны. И видно все это дело еще и на графике. Очень даже, как говорится, нормально. Так что, значит, вот, если у вас уже RK Linux установлен, да, можете просто-напросто, значит, под любой видеоролик есть ссылка на мой сайт, идете на мой сайт, кликаете по куточкам, Иконки для RK Linux. Скачивайте, вот, значит, сами иконочки. И инструкцию, как все это дело подставить. Еще раз можете посмотреть, как это дело будет выглядеть. Вот таким вот образом. Полностью выкается картиночка вам, так сказать, для наглядности. Все, значит, файлики вы скачали. Теперь, значит, вот открою, куда ставить. Вот вам подробная инструкция, что и как делать. Вот файлик, который мы скачали, мы его возьмем. Скопируем. И теперь пойдем вот по этому адресу. И когда доберемся до папочки иконки, мы в нее войдем в картиночку. Узер точка конфиг. Пожалуйста. Вот точка конфиг. Ну, можем и сразу взять и открыть ее, как в корневом режиме, скажем так. Здесь нам нужно будет поискать папочку и в ней адрес. Пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Signing off DimaTorzok 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 Скачивайте Соборка Сергея Стрельца, значит, у меня вот она, за 21 мая этого года, там два файла. Значит, один этот вот на русском, а этот на английском языке. Какой нравится, то есть, тут файлик качайте и все. Все. Загрузили, на флешку записали, флешки, значит, перезагрузились, нашли программу или Акрониструемич, или АОМИ, и можно, значит, уже вот эти вот мои файлики ставить. Нужно сделать разметку жесткого диска, естественно. Жесткий диск, значит, пожалуйста, значит, у вас должен быть всегда, как говорится, размечен. Каким образом? Покажу. Жесткий диск должен быть размечен, вот, я вам даю, ориентируя. Значит, во-первых, у меня диск, вот, GPT. Поэтому, в данном случае, я говорю, значит, о настройках на диске с таблицы разделов GPT. Вот. 8 гигабайт под своп. 512 мегабайт под... Показываю. Вот, смотрим. Вот. Бут Ефи. 512 мегабайт на нем. Места он кушает очень мало, отдельно там с чем-то мегабайта, а почти что там 500 мегабайт остаются свободными. Корневой раздел. Пожалуйста. 50 гигабайт. 9 занято, 40 свободно. В принципе, для любых линуксов, с которыми я за все эти годы имел дело, я не видел, чтобы у меня корень был больше, там, 15 гигабайт. Поэтому, если вы сделаете корневой раздел размером, там, 20-30 гигабайт, я думаю, это будет вполне достаточно. Домашний раздел, я дал 100 гигабайт, у меня занято только чуть меньше 3 гигабайт. Ну, вот, сами посудите. Вот таким вот образом. То есть, это путь для тех уже, скажем, для пользователей, которые не новички, а которые уже имеют, скажем так, некоторый опыт при общении с линуксами. Ну, зато и результаты, как говорится, будут вас радовать. Будет хорошая, красивая иконочка. Вот. Затем, значит, сборки, откуда скачать, я вам показал. Также, значит, еще вот... Сейчас, погодите, покажу. Есть программа TimeShift. Вот, очень хорошая и классная программа. Взяли, создать, значит, надежный бэкап операционной системы. И, значит, эта программа, этот бэкап или резервную копию сделает. Из нее потом всегда можно будет восстановиться. У меня их тут, вон, как я тут настраивал, Arco Linux. Она у меня куча сделала самых разных бэкапов. Значит, вот если еще найдется человек, который знает, как, значит, сделать изообраз текущего состояния операционной системы Arco Linux, там, Bajara, там, Arch Linux, я имею в виду. Вот, способ, чтобы был несложный и понятный для всех пользователей, вот это было бы просто расчудесным, если бы кто-то смог этим делом поделиться. Потому что все то, что мне попадалось, значит, по Arco Linux, ну, это был такой головняк, что лично я что-то... Я не считаю себя там особо глупым человеком, но даже для меня там такие способы предлагались. Были, скажем так, выше моего, понимая. Ну, не знаю. Значит, они не были слишком просты. Вот, все-таки программа для создания изообразов. Вот, посмотрите. SystemBag. Интуитивно, понятно, все. К сожалению, разработчик уже года три ее не поддерживает. MX, пожалуйста, прекрасная в них программа для создания изообразов. Просто прекрасная. Тут уже дело не в разработчике, а у них оно идет изначально. Программа, значит, линукс, PC Linux OS. Прекрасная программа. В терминале вы вводите там MyLift CD. Она, как говорится, делает образ текущего состояния операционной системы изообраз. Вот, понимаете как? То есть, должно быть для пользователя все это как бы там ясно и понятно. Для Arch Linux это большой минус. Нету, мое мнение на сегодняшний день, может, я где-то пропустил, но нету вот такой вот интуитивно понятной программы, которая бы делала хорошие изообразы рабочие. Потому что у самих Arch Linux появилась бы прекрасная возможность. Почему? Больше бы стали люди делать изообразы и делиться ими. Arch Linux стал бы еще больше известен. Вот в чем дело-то, понимаете как? То есть, вот нужна хорошая прога. Одну маленькую проблему, проблему, так сказать, вот по кодочкам, значит, я, так сказать, решил. Берите, качайте, пробуйте, значит, заменяйте этот файлик, я смотрю на файлик, вот этим. Вот такие кодочки можете их как-то изменять по своему усмотрению. Да, заради бога. Для людей, как говорится, и делалось. Ну ладно. Я, значит, все, что хотел сказать на сегодня, я сказал. Один нюансик вот все-таки покажу еще. Вот смотрите. Вот, когда вы открываете вот этот вот файлик, который мы... Так, Auro, Acros, вот. Вот смотрите сюда. Сейчас вот здесь вот сверну. А здесь, к сожалению, почему-то Ctrl+, Ctrl+, ни черта, не работает. Вот только таким вот образом можно все это дело увеличивать. Ну, смысл вот в чем. Надо еще попольше сделать вам. Вот. Вам нужно будет открыть терминал. И в терминале, значит, напечатать. IW. Конфиг. Нажать Enter. Вот мы узнали адрес сети. Видите? Вот. VLP, там что-то там 20С и так далее. Ну, я тут уже всегда вставил. Ищите здесь интернет-адрес. У меня тут был другой. Вот вместо него я вставил вот этот адрес. Раз. Раз. Вот, начиная вот с этих верхних строчек. Каждую строчку посмотрите. И замените вот этим каликом. Я сделал замену одну. Я сделал замену другую. Вот я сделал обмену третью и четвертую. Вставил, сохранил. И у меня, как говорится, видите? Все работает. И в графике, как говорится, и в суферях, и, так сказать, коночки живые. Значит, ну, вот таким вот образом производится, значит, настройка коночек на Arco Linux Cinamon. Я думаю, что многим пользователям мое видео будет полезным. Особенно, кто любит приборную доску иметь всегда во себя. Я лично к таким пользователям отношусь. Ладно. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok